Здравствуйте! Сегодня я покажу вам, как улучшить в качестве снимки с космического аппарата Canopus-V, использовав функцию панхроматического слияния или, другими словами, метод паншарпенинга. Паншарпирование – это процесс слияния панхроматических изображений, высокого разрешения и мультиспектральных изображений с более низким разрешением для создания одного изображения RGB с высоким разрешением. При работе с данными дистанционного зондирования Земли зачастую приходится решать задачу улучшения снимков с низким разрешением за счет снимков с высоким. И одним из преимуществ программного обеспечения Image Media Center в том, что в нем есть такой инструмент. Прежде чем нам производить паншарпенинг, снимки с космического аппарата Canopus-V надо подготовить, произведя ототрансформацию и геопривязку. Если вам нужно обработать снимки с другого космического аппарата, в которых уже есть совмещение, то паншарпенинг выполняется сразу. Теперь мы переходим к предварительной обработке снимка для каждого спектрального канала. Для этого с компьютера переносим изображение, подгружаем в рабочее поле программы AMC изображение в формате TIFF. Переходим в меню предварительная обработка и выбираем действие ототрансформации. Выполняем привязку по RPC коэффициентам, который находится в файлах .txt. Поэтому в открытием диалоговом окне выбираем для открытия файл с компьютера в формате txt и нажимаем кнопку ОК. Если у вас есть рельеф, то его тоже можно наложить, выбрав cmr файл и задав нужную высоту. Исходный файл мы просто закрываем, так как он нам уже не нужен. Далее переименовываем получившийся новый слой, даем ему название синий, так как мы произвели предварительную обработку для синего канала. И сохраняем этот слой в отдельный документ в формате IMF. Такие же действия проделываем со всеми оставшимися спектральными каналами, добавляя эти каналы как новые слои и переименовывая их в соответствующие, такие как зеленый, красный, инфракрасный и панхроматический. Теперь подгружаем все сохраненные каналы в слой с предварительной обработкой через кнопку загрузки в панели «Слои». Переходим к геопривязке. Данной функции нам нужно точно совместить спектральные каналы с панхроматическим, так как у всех каналов есть расхождение между собой к панхроматическому каналу. Для того, чтобы четко понимать, какое расстояние в пикселах нам нужно между итоговым совмещением, я заранее поставила и замерила точки на снимках с помощью инструмента «Линейка» и пришла к выводу, что для всех каналов подойдет среднее значение 100 пикселей. Далее переходим в меню «География», «Уточнить привязку изображения». В открывшемся диалоговом окне устанавливаем следующие параметры. Свой «Основа» для всех будет панхроматический канал. Рабочий слой – это тот, который мы привязываем, в данном случае первый у нас синий. Максимальный разбег изображений ставим в 100 пикселей. Это то значение, о котором я упоминала ранее. Расстояние между опорными точками выбираем оптимальное в 64 пикселя, а также размер фрагмента в пикселах ставим 64 на 64. Метод трансформации выбираем не больше, чем полиноминальный второго порядка и выбираем «Поместить результат в новый слой». Нажимаем кнопку «Ок». Подобные шаги проводим для каждого следующего оставшегося спектрального канала. Синий мы уже сделали. Далее у нас зеленый остался, красный и инфракрасный. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Затем сохраняем все свои в один документ в формате IMF. Теперь связываем свои с каналами между собой посредством композита. Для этого идем в меню изображения «Создать композит». В открывшемся диалоговом окне нажимаем кнопку «Подгрузить файл» и выбираем документ с пятью слоями, которые мы сохранили ранее. Файлы уже должны будут лежать в правильном порядке. Первый будет подхроматический, далее синий, зеленый, красный и инфракрасный. Если они будут стоять не в правильном порядке, то нужно будет их установить в нужном порядке вручную. Теперь все спектральные каналы в слоях привязаны друг к другу и панхроматическому слою с помощью связующих точек. В панели канал можно как раз посмотреть на результат слияния слоев вместе в опорных точках, поигравшись с видимостью каналов и увидеть, как они притянулись друг к другу. Для того, чтобы оставить область с маленьким панхроматическим каналом и привязанными к нему спектральными каналами, нам нужно выделить и скопировать ее. Проще всего это будет сделать, если в панели канал поставить видимость панхроматического канала для всех каналов, а затем нажать кнопку «Выделить углы изображения», а после инвертировать отметку. В завершении скопировать область со сглаживанием, перейдя в меню изображения. Для получившегося изображения выставляем видимость всех спектральных каналов в порядке RGB и применяем функцию паншарпенинг. Для этого идем в меню «Предварительная обработка» — «Паншарпенинг». В открывшемся диалоговом окне выбираем «Скопировать в новый слой». Получаем готовое изображение, на котором произошел процесс слияния всех используемых нами каналов видимого спектра, инфракрасного и панхроматического. Качество изображения значительно улучшилось, что нам и было необходимо. Благодаря инструменту шторка сравниваем снимок до и после обработки. И последним этапом улучшения качества будет гистограмма. Нам нужно выставить яркость и контрастность так, чтобы снимок выглядел эстетичнее и более натурально. Для этого выбираем либо кнопку «Авто», либо, если результат не особо устраивает, производим работу с пипеткой. Выбираем светлую пипетку и далее отмечаем самый максимально светлый участок. В завершении работы, после того, как нас устроит снимок, сохраняем его в формате IMF. Идем в меню «Файл» — «Сохранить как». И на этом данный видеоурок окончен. Надеюсь, он был полезен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...